Заседание Жирновской районной думы Администрация района Александр Удалов озвучил поправки изменения в устав района, которые необходимо будет внести и принять. Не просто в сегодняшних сложных экономических условиях придется выступать перед парламентариями представителя комитета Сергея Колганова с вопросом о реализации мероприятий и программы развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в 2011-2015 годах. Дело в том, что на сегодняшний день есть такие объекты, которые вследствие объективных и необъективных причин не были введены в эксплуатацию в положенные сроки. Например, котельные в Леневском городском поселении. И это было установлено в ходе проверки, проведенной контрольно-счетной палатой. На заседании комиссии остро дебатировался вопрос внедрения и эффективного применения в жилом фонде приборов учета потребления тепловой энергии, воды и тому подобное. Нерешительность или нежелание организаций поставщиков энергоресурсов осуществлять надлежащий контроль за ее потреблением со стороны организации населения приводит к большим потерям, недополучению денежных средств, в том числе в бюджетную корзину района. Этот вопрос уже не раз был поднят на заседании районной думы, заметил его председатель Николай Соловьев, и вот он возник снова. Какие-то меры принимать, немного надумать, какие-то решения свои принимать. Мы послушаем, послушаем, да, раз приняли решение, да, прошло время, ну, невиновных никого нет, да, опять, следующее решение. Вот идем от решения к решению. А вот как, говорит, ну, поймем счетчиком, кто виноват, почему они не работают, люди деньги отдали, время прошло, понимаешь, деньги где-то. Ну, кто должен ответить, был занят, в конце концов. Ведь мы давайте принимать решение конкретно, пусть здесь заслуживают, надумаешься, радион тогда. Почему не выполняется то, что наше решение, которое мы приняли. Давайте, да. Конкретно. День выделили, сделали, почему не работают. День выделили, люди отплатили, время прошло, а отдачи нет. Вот здесь же деньги чужие пронижали, в конце концов. Вот че вопрос. Так кто виноват, в конце концов. Мы должны не просто принимать решение, а давно не спрашивают нам, пора, да, за принятие наших решений. Так же, да? Далее, на заседании комиссии начальник районного отдела архитектуры и градостроительства Татьяна Давыдович предложила утвердить изменения в схему территориального планирования. Начальник отдела земельных отношений Андрей Жданов говорил об изменившихся расценках арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Жирновского муниципального района, и коэффициентах, которые также необходимо узаконить. Есть вопрос в чем? Почему отдают тоже, вот они по районам, это, коэффициенты тоже разные? Потому что вот, и даже вот аренда в городе под киоск квадратного метра, она везде разная. Киоск? И зачем? Потому что именно, они просто задают, это вы же тоже задают реальные люди. 46 показателей. Удаленность от населенного пункта, наличие инфраструктуры, газ, вода, свет, автомобильные дороги, полевые дороги. В общем, 46 показателей. И вот, допустим, два участка, две скважины рядом находятся, в одних одна, когда Солнце, в других другая. Жирно, Стопольки, 51 рубль платили за 10 соток, будут платить 700 рублей в 13 раз. Второй квартал, это Солнечный, платили 435 за 10 соток, будут платить 1100. Таропатина, 2 рубля за 10 соток, будут платить 500 рублей. Изменения и дополнения в положении о контрольно-счетной палате предложила утвердить ее председатель Светлана Журбина. Ведущий специалист отдела по имуществу администрации района Владимир Бычков озвучил ряд объектов, которые предполагается безвозмездно передать из районной и муниципальной собственности в собственность городских и сельских поселений. На заседании комиссии по бюджету налоговой и экономической политики был также заслушан директор муниципального физкультурно-оздоровительного комплекса Юрий Тараненко. Февральское заседание районной думы состоится 27 февраля в 10 часов утра. Михаил Сафронов, Жиновское телерадио. КОНЕЦ